доброе утро всем у нас так тепло сегодня просто я вот в одном свитере пришла потому что утром стала вот и прям тепло классно на улице в общем у нас вчера новость так как вы сказали в принципе я как и думала так и будет у нас завтрашнего дня точнее сегодняшней ночи 12 ночи это муж смеется говорит а чё 12 ночи то у нас комендантский час десяти в общем нам можно передвигаться по нашей провинции гранады вот то есть малагу нам нельзя но пограна провинции гранады можно я это к чему я это к тому что в понедельник намечается супер-пупер шоппинг и знаете что хорошо у нас перед праздниками над рождеством всеми праздниками этими воскресенье все магазина открыты поэтому все люди ломанутся в воскресенье на в магазин а я поеду в понедельник в обеденное время вот у меня глазик размазанный я в принципе так у нас типа карантин такой локдаун называется да и вот у нас придумали две фазы выходить из этого локдауна потому что у нас тут в испании все все хорошо сам вот сейчас по телевизору слышала самая лучшая страна страна которая находится нас в самом лучшем положении сейчас по всей европе и знаете как говорят что дай бог чтобы не будет 3 никакой волны что прививку уже меньше чем через месяц начнут делать по нашей андалусии ну наверно по всей испании тоже и будут надеяться что это последний такой вот знаете как этот карантин последний рывок такой вот запретов будем надеяться вот и как с 18 числа уже можно передвигаться по всей андалусии куда хочу туда и еду но пандалусии но мы принципе никуда и не планировали ехать поэтому кроме невады поедают на шопинг конечно у нас в нашем городе тоже много разных магазинов но так все приелось хочется куда-то выехать даже не просто какие-то магазины а просто выехать и вот как говорится почувствовать другой запах другого города так что вот мы вчера слушали все слушали в полдесятого по моему вечера сидели вот так вот с открытыми ушами и слушали что он там скажет как это президент андалусии он называется так что вот такие вот дела сейчас клиентка приходила моя подружка кончи которые 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 я тортиком кормила я ее покрасила она такая она не любит магазины она не любит но у нее другие как это ну как как сказать не любит она шопинги всякие не понимает каких людей но хотелось бы наверное быть такой же чтобы не любить шопинг да моя рыба так что в понедельник будешь ты дома один сидеть ну я папе скажу чтобы он с тобой посидел да да хотя я дать до часа дома буду я сейчас поеду в меркодону потому что молока не оказалось представляете как не ездить каждый день магазин да все что-то не хватает постоянно нужно купить молоко молоко и хочу купить кильку хамсу засолить я в прошлый раз ходила не было и вот прям вот хочется мне соленую кильку селедка есть ну хочется кильку при пипец уже не знаю как себя это изощрится как говорится то одно то другое масло шоколадной помните заказывал один раз поела все перехотела у меня вон там клиентка живет который я купила вот этот вот маленький цветочек сейчас я и отнесу его если она дома ну в принципе куда я ищу эти пойдемте посмотрим такой вот она мне говорила если ты купишь себе мне тоже купи раз посмотрим что-то не сезон что ли я не продаю сейчас покажу где беру морскую капусту заморозки вот где всякие готовые продукты и вот здесь есть такой отдел с азиатской кухни и вот смотрите вот она находится где замороженный рядом с пиццами короче так хочу еще то список надо смотреть молоко я же за молоком приехала кайфуем сегодня мы с тобой кайфуем не поет только сейчас пел перестал мой дед морозик а вот поет дед морозики выходи 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 пожалуйста надо еще уговаривать чтобы выходил ты посмотри на него включил отопительную систему нас на улице 26 градусов открыл все двери все балконы шубы свои хожу и блин не жарко но я и только на дело в общем уже пошла белье повесила поставил новую стирку потому что знаете такой ветерок жара все это высохнет быстренько вот и как так как у меня еда то готова сейчас быстренько пропылесо все пропылесошу и будет у меня все окей пока я там сохнет у меня все полы протерла каштаны так надрезаем сейчас каштаны поставь поставлю шатан машина ай фунчозу надо разогреть поставить опять фунчозу буду есть доедать даже покупки не разобрала я за молочком съездила к ну как обычно знаете это надо то надо все надо сейчас покажу что там приобрела каштаны уже знаете какие полусухие попадаются потом они когда поджарятся их не угрызешь может быть поменьше по времени поставить ой так сейчас пошла за сумкой сегодня немного взяла бананы 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 мама сегодня кинулась хотела сделать себе лавашек с зеленью с авокадо и с тунцом пришлось шпроты открывать открыла шпроты я купила тунец приправу вот такую купила не приправа а соус песто это морскую капотку мне сегодня не хочется поэтому она отправляется в заворозку вот такую взяла намазку для тостов это творожная масса с ананасом я знаете когда что-то новое люблю все пробовать а как творожная масса обычная как вот наша русская только с ананасом закончилась я вот такое люблю на завтрак это сериалис злаки здесь цикория 17 процентов цикория по моему 20 ну и молоко что я разное взяла ой а я разное молоко взяла я думала одинаковое думала 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 мало что я там думала так ну все 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 готово кубик мой разогрелся наверное ай зараза горячий да так что я пошла нямкать я же чарли тут накупила разные вкусняшки у него вот такое есть ведро где там разные вкусняшки например но так как вот эти они больше большие эти вкусняшки и то есть мы не даем чарли не просим но вот например вот эта палка прям много для него и я ее вот так вот на три части разрезаю или даже на четыре и вот так нормально ну правда вот эти колбаски не очень любят хотя они смотрите прям как колбаса самая настоящая и пахнет даже вкусно и вот он сидит просит на значит понюхает вот так вот аккуратненько возьмет хочет он не хочет так надо чайник включить по чай попить вот и потом просто потому что если муж он меня знаете как если я положу целую такую штуку он целую ему и даст ему то есть как бы чем больше тем лучше а я так нет надо немножко вот эта палка например этой палки ему на два дня хватит одной это очень много и вот так знаете я больше руками вот так ломаю и тут у него печеньки разные вкусняшечки вкусняшечки вот такие есть мне прям много всяких вкусняшек ногти блин от этого ела каштаны вот эти вот вкусные тоже вкусные не пробовала вкусные наверное вот эти вообще малюсенькие смотрите ну да вверх вверх сит тумба тумба не тумба ай не тумба 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 ай пата века субь 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 бесит мами бесит бай сит Вообще он очень много команд знает. Например, когда он знает, что переходить дорогу нужно по зебре, он знает, что перед зеброй нужно стоять и меня ждать. Вообще вот очень много разных команд знает, поэтому много разных вкусняшек ему даем. Вот, он очень, он, например, в 12 ночи, он идет и делает, ну, пи-пи делает, в туалет идет. Вообще, моя собака самая умная, я уже говорила вам сто раз. Вот, и он все понимает буквально вот с полуслов. Ему даже вот эти вкусняшки не нужны для того, чтобы там команду какую-то сделать. Он любит вкусняшки. Сид, видите, у меня нет никакой вкусняшки, ничего. Мой Вень. Поэтому, да, так, что-то мне скучно. Я же все переделала, а гулять еще не... Ну, как-то рано еще гулять. Потом, потому что придешь из дома целый день, вечер у тебя остается. И, в общем-то, я же полы помыла, перетерла все. Что делать, уж не знаю. Что мне делать? Чуча, привет. Чуча, ты споешь нам? Что делать, а? Что мне делать, я не знаю. Полюбила и страдаю. Отчего страдания нету мне внимания. Классные облака, так и люблю. Куда тебя понесло? Куда понесло? Куда тебя понесло? Понесло? Куда тебя понесло? Ну что, будем готовить кролика. На разогретой сковородке будем обжаривать кролика. Я уже его помыла. В общем, нам понадобится кролик, масло, чеснок, много чеснока, ваши любимые специи, винище, белое столовое. Вот, можно на пиво заменить. И все. В общем, сейчас будем обжаривать кролика. Ну а пока обжаривать кролик, будем резать этот чеснок. Вот, там приливается вот. Классные обжаривать кролика. Классные обжаривать кролик, тесночок, любимые специи. И обжариваем немного. Также немного посолим. Смотрите, какой золотой цвет уже появился. Время добавить в вино. И убавить немного огонь, там что у вас есть, мощность. Кстати, почему-то многие думают, что если ты добавил вино, то все, детям нельзя. Весь алкоголь выпаривается. И поэтому прекрасно можно детям давать. А так бы так, ооо, какой запах брашки пошел. А так бы, знаете, как кролика поел, так и опьянел в вине. Но нет. Весь алкоголь выпаривается. И в блюдах, в которых есть алкоголь, добавляют. И потом он готовится, оно все выпаривается. Поэтому это безалкогольный рецепт. Вот. Закрываем крышечкой. Закрываем крышечкой. И минут 15 оно, чтобы там вот так вот плюх-плюх-плюхнулось. Ням-ням. Вот так. И пока уберем плиту, потому что она тут все у меня заляпала. Это уже готовится минут 15. Я вот так иногда подхожу и вот так вот делаю. Чтобы соус стал более такой, как это сказать, я даже не знаю, не такой жидкий. Еще минут 5, наверное. И все. Вот так. Тики-тики-тики-тики-тики. Ну, я думаю, что уже все готово. Ку-не-ху-арахи-ю готово. Ой, смотрите, видите, какой уже получился. Такие вот пузырьки идут. Как вот так вот чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук. Это значит, уже выпарилась весь алкоголь. И там осталось все самое только вкусненькое. Этот соус. Я завтра себе батат пожарю, А мужу картошку. Кролик нежный-нежный. Я вот все косточки положила. Завтра будет у меня смак с косточками. Обожаю косточки. И все. Здесь у меня пол кролика. Остальные заморозила. Не готово. Выключаем. И ждем завтра. Надеюсь, что вам понравился мой рецептик. Вот, пошла я монтировать видео. Жду ваших комментариев. И встретимся с вами завтра. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok